Кажется, что волны с картины выплеснутся через край рамы и соленые брызги освежат лицо. Живые, насыщенные краски пейзажей отражают красоту живописных мест заповедника Утриш. К нам присоединилось очень много неравнодушных людей, у которых тоже были работы, посвященные нашему исповеднику. И к нам присоединилось порядка 20 студентов со своими фотоработами и еще 7 педагогов. То есть на самом деле здесь более 60 работ. Работы представили преподаватели и студенты университета имени Шолохова, профессиональные художники Анапы. В своих шедеврах художники стремились показать знакомое в незнакомом. Сегодня в выставочном зале художественной школы наши студенты и преподаватели на выставке представляют сразу несколько видов изобразительного искусства. Керамика, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, габеллен и фотографика. То есть наша цель – разными художественными средствами показать красоту нашей земли. Студенты Виктории Ковалевской кропотливо и трепетно подошли к своим работам. Сама Виктория представила пять своих картин. Я со своими студентами на зарисовках учила их композиции, компоновке, выбору натуры. Но в данном случае цель была можжевеловое дерево. Оно же очень дробное. Там маленькие веточки, ягодки, очень много. Их нужно было научить обобщать. На открытии выставки наградили лауреата Всероссийского конкурса детских рисунков «Мир заповедной природы». Профессионалы высоко оценили работу маленьких анапчан. Дипломами и подарками от заповедника «Утриш» наградили воспитанников детской художественной школы и Центра детского творчества – Кирилла Жолоба, Полину Мельникову и Светлану Токареву. Раиса Джумаева не пропускает ни одной выставки анапских художников. Я только смотрю, я любуюсь, я очень люблю «Утриш», и поэтому отслеживаю всегда. Когда бывают выставки, я всегда с удовольствием. Новороссийск приезжаю сюда, все выставки смотрю. А «Утриш» обожаю. Я уезжаю туда на субботу-воскресенье на 109-м автобусе, дабы посмотреть просто природу. И когда узнала, что здесь выставка, я прям с удовольствием пришла, посмотрела. Я говорю, насколько молодцы студенты и специалисты этого. Очень впечатляет. Живописцы обнаружили даже редкое явление – гнездо Сапсана. Запечатлели на холсте, чтобы каждый смог увидеть это чудо. Выставка будет работать до конца января. Полюбоваться красотами природы «Утриша» можно бесплатно и взрослым, и детям. В детской художественной школе на улице Крымской.